Травмирование людей на железнодорожных путях не остается без внимания. Под прицелом у транспортной прокуратуры, а также Южно-Уральской железной дороги. Регулярно работает межведомственная комиссия. Особо опасные участки фиксируются, вносятся в соответствующую карту. Далее происходит обустройство и совершенствование пешеходных зон. Под особое внимание в этом году попал ЖД-переход в микрорайоне Заозерный. Конкретно на данном участке будет установлен пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией. Стоимость данных работ составляет 12 миллионов рублей, выделено ООО РЖД. Планируем эти работы провести в течение лета. Завершим осенью в ноябре, сдадим полностью объект под ключ. Но люди уже видят разительные перемены. Конечно, удобно. Раньше был настил, но корявый, можно сказать. А так нормально. А сейчас вообще хорошо. С ребенком-то лучше же переходить по таким, чем было-то до этого. Не очень хорошо. Раньше плиты обычные были такие неудобные. А сейчас она же и не скользко будет. По ним-то же скользили еще. Сейчас нет. Статистика травматизма данного участка в Заозерном неутешительная. С 2014 года неуклонно возрастает. На этот год уже 4 несчастных случаев. Ответственные надеются. Дорогостоящее совершенствование улучшит ситуацию. У нас предвидится два таких участка по области. Это 2347-й километр рядом с путейским поселком Веденка. Станция Веденка. Значит, будет в этом году тоже произведено обустройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией. Значит, и планируем на следующий год перегон Курган-Утяг, 2364-й километр. Тоже через три пути проложим пешеходный переход. В работе по предотвращению травматизма на ЖД-путях активно ведет работу и зауральская полиция. На данный момент уже присещено более 1600 административных правонарушений. То есть за переход ЖД-путей в неустановленных местах регулярно проводятся рейды. Это совместно, как и с железнодорожными организациями, это ПЧ, ШИЧ, которые позволяют нам пресекать административные правонарушения и профилактику травматизма проводят. Соответственно, сейчас уже вынесены штрафы на сумму более 128 тысяч рублей. Как оказалось, самые излюбленные места для нарушений у зауральцев под Некрасовским мостом и у швейной фирмы. Здесь люди переходят к автобусным остановкам. Аналогичная ситуация на ЖД-участке в первом микрорайоне Заозерного. Начиная с жилого комплекса, существует переход через теплотрассу, а на обратной стороне пути почему-то действует автобусная остановка. Оборудованного участка перехода нет и не было, жалуются люди. И хоть правоохранители проводят профилактические беседы с ними, ответ один – ходили и ходить будем. Ну, во-первых, идти до второго микрорайона – это достаточно далеко. С ребенком, да и вообще идешь и гружал. Во-вторых, нам тут удобно ходить, нам тут удобно. Сделайте переход! Да, мы уже давно говорим о том, что здесь переход. Во втором микрорайоне сделали – сделайте. Здесь светофор какой-то, я не знаю, ну что-то, перекидной мост, ну что-то, все равно можно что-то придумать. Делают ведь люди. Люди в космос пешком уже ходят, а мы не можем одолеть переход. В управление Южно-Уральской железной дороги заверили, а о ситуации знают. И хоть вышестоящее руководство заявляет, нецелесообразно устанавливать переходы через каждые 500 метров, обустройство сделают. Оперативно, насколько возможно, по остаточному принципу. То есть оборудуют переход пока из того, что будет в наличии, и то возможно. Но со временем обещают улучшить. Алексей Старцев, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.